так ну добрый вечер здравствуйте у нас начинается семинар который будет связан с использованием дополнительных реквизитов и сведений при формировании номенклатурных позиций на самом деле это инструмент универсальный то есть реквизиты и сведения вы можете использовать практически со всеми объектами программы мы просто рассматриваем только один из таких возможных вариантов использования с чем связан выбор этой тематики на самом деле я неоднократно видел ситуацию когда программистов привлекают естественно проплачивает им работу связанную с расширением функциональности программы хотя речь идет о каких-то простых вещах которые достаточно легко расширяются в пользовательском режиме то есть тут не надо лезть в конфигуратор не надо менять там структуры базы это все довинчивается буквально в режиме одного коса и вот дополнительные реквизиты и сведения как раз нам придает вот это вот расширение функциональности причем что интересно я видел как использование дополнительных реквизитов был дополнительный реквизит который очень часто вот так вот вставляли 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 и кончилось это все тем что 1с сделала его типовым то есть включила стандартную конфигурацию я напомню те кто был у меня на занятиях мы свое время решили такую задачку перечень вот значит ну кто кому приходилось это решать вспомним да у нас были линейки которые могли быть разной длины метр 30 сантиметров 50 сантиметров и могли быть разного материала деревянные металлические пластиковые и я говорю существует различные варианты решения мы использовали только один то есть длину мы ввели наименование то что касается материала мы использовали характеристики ну сейчас откроется я покажу вот он характер список характеристик дерево металлопластика и в принципе это дает нам возможность отобразить все в номенклатуре ну во первых здесь достаточно простой вариант а вот поэтому удалось вывернуться вариант может быть сложнее это первое во вторых хочется чтобы была какая-то автоматика связанная с формированием наименование чтобы мы могли нажать кнопочку у нас сразу все появлялось и наконец иногда нам хочется провести какую-то дополнительную аналитику какой-то дополнительный фильтр поставить в отчете ну скажем посмотреть сколько у нас продалось линеек длиной менее метра ну понятно что это 30 и 50 но в явном виде сейчас программа нам сделать вот такой выбор без какого-то ручного подбора не даст вот поэтому мы сейчас попробуем разобрать более сложный случай и для этого более сложного случая я использую вот что значит есть вот такой вот стройматериал здесь он очень хорошо виден ориентированная струечная плита он может быть различным в зависимости от того как он создается USB 1 USB 2 USB 3 при этом по обработке он может быть разным лакированный ламинированный вот ну и предположим у него еще может быть какое-то отличие по цвету и по размеру вот получается что нам надо отразить во первых тип USB 1 USB 2 USB 3 во вторых размеры ширина и длина ширина в третьих у него может быть толщина у него может быть цвет и у него может быть обработка и вот все вот эти вот показатели я хочу чтобы они все присутствовали в наименовании мы чтобы сложить себе жизнь даже не будем характеристику использовать все это будет у нас в наименовании и в добавок мы сделаем так чтобы у нас например была возможность отобрать по цвету ну например только черный мы можем отобрать не черный значит что нам для этого нужно сделать давайте откроем базу данных и начинаем мы естественно с создания начинаем мы естественно с настройки ну настроек нам потребуется относительно немного у нас есть в общих настройках есть дополнительные реквизиты и сведения ну и соответственно я их включаю все дополнительные реквизиты мы включили и этот функционал становится нам доступным теперь после того как мы включили дополнительные реквизиты и сведения мы с вами создадим вид номенклатуры вид номенклатуры правила учета в котором мы и зададим большую часть вот той автоматики о которой я вам говорил НСА администрирование НСА администрирование классификаторы номенклатуры вид номенклатуры вид номенклатуры у нас будет называться ну так и назовем ОСБ ОСБ Характеристики не используем И обратите пожалуйста внимание что у нас теперь есть вот тут две закладки дополнительные реквизиты дополнительные средства нас будут интересовать дополнительные реквизиты и для того чтобы мы все вот это вот могли использовать мы как раз сейчас эти реквизиты и начнем с вами задавать давайте я запишу вид номенклатуры тип ОСБ1 ОСБ2 ОСБ3 у нас будет в наименовании а вот дальше вот это вот все мы с вами будем отображать в дополнительных реквизитах у меня появляется дополнительный реквизит нажимаю создать значит первый дополнительный реквизит у меня будет толщина предположим предположим у меня может быть толщина 10 миллиметров 15 миллиметров 20 25 значит ну естественно у меня не будет вообще номенклатурных позиций без толщины поэтому ну наверное он будет заполняться в обязательном порядке и еще один очень важный момент мы должны обязательно определить тип это критично критически важно значит как вы видите мы можем при создании типа использовать какие-то имеющиеся у нас реквизиты имеющиеся у нас справочники мы там можем контрагента прямо туда подтянуть проект пользователя ну мы не будем с вами значит мудрить мы будем использовать реквизиты достаточно простые и в данном случае у нас будет реквизит число ну вероятно для отображения толщины нам именно число и потребуется значит число оно естественно у нас будет не отрицательным и видимо оно у нас будет целым то есть попробую сделать вот так вот так длина целая превышает возможно ну наверное нам такая большая не требуется оставлю три значения ну вот пожалуйста вот у нас задан первый реквизит записать и закрыть я сейчас просто чтобы вам показать что у нас меняется в результате создания такого реквизита значит я пока ничего не буду создавать я просто покажу как это выглядит я открою форму создания номенклатуры так и у меня а ну правильно давайте значит во первых я тут чуть-чуть чтобы вам получше было видно делаю значит вот так значит вот так и естественно так я указываю вид номенклатуры вид номенклатуры ОСБ и теперь когда я этот вид выбрал у меня у меня появляется видите вот такой вот подразделчик маленький дополнительный реквизит и что мы здесь видим толщину то есть программа при создании новой номенклатурной позиции уже дает нам возможность этот реквизит заполнить причем поскольку я поставил галочку обязательно у меня значит толщина подчеркнута красным цветом то есть программа требует чтобы я ее заполнил ну давайте сейчас пока я ничего создавать не буду мы вернемся к виду номенклатуры и продолжим его заполнение значит толщина длина длина это тоже будет число давайте здесь я наверное дам возможность дробной части указывать длина и значит копирование копирование если не создашь и ширина ширина тоже число так заполнять обязательно надо конечно поставить здесь тоже я забыл тоже будет заполняться обязательно значит ширина длина толщина задали теперь у нас что еще осталось цвет и обработка цвет и обработка давайте поставим реквизит цвет и реквизит цвет у нас будет иметь тип значения дополнительные реквизиты то есть мы в принципе сами здесь можем задать перечень значений давайте я поставлю цвет ну и например у нас будет цвет черный белый и синие так задали обязательный ну и последняя обработка тоже дополнительное значение заполнять обязательно и типы значений я пока не буду создавать посмотрим можно ли это сделать чуть позже значит перечень реквизитов мы с вами задали в принципе я уже сейчас могу взять и создать номенклатурную позицию в принципе программа мне позволит это сделать и все средние там будут давайте я посмотрю как это будет выглядеть создаю новую номенклатурную позицию вид ОСБ и вы видите что мне выводят дополнительные реквизиты так толщина ширина так похоже я для длины не обязательность да длина у меня почему-то попала в необязательные варианты ну значит запомним что ее тем не менее надо заполнять значит в принципе я мог бы здесь вот сейчас сделать 10 миллиметров толщина длина там метр на два так цвет я могу выбрать уже созданный обработки меня нет но я могу прямо здесь создать блокированное блокированное значит в принципе все есть но если я хочу чтобы вот эти вот вот эти вот данные отображались в наименовании вот здесь у меня к сожалению ничего не выйдет то есть здесь в наименовании мне надо будет сейчас сесть и начать писать ОСБ 1 10 миллиметров 1 метр на 2 метра ну как то вот это все безрадостно да делать это ручками тем более что я запросто могу ошибиться здесь написать одно тут другое зачем это нужно давайте мы попробуем заставить программу сделать это автоматически как как это сделать автоматически мы возвращаемся к виду номенклатуры вот он напоминаю у нас все вот эти вот реквизиты есть давайте я длину поправлю так значит ленда формат везде выполнять обязательно стоит почему-то некорректно прорабатывает ну ладно значит не будем сейчас придираться значит что мне нужно сделать для того чтобы у нас заработала вот эта самая автоматика формирование наименования такой функционал в программе тоже есть у меня есть шаблоны наименований значит то есть мы можем задать шаблон наименований пока шаблон не задан то есть шаблон рабочего наименования предполагает что мы все вводим ручкой обратите внимание что наименование для печати у нас как раз шаблон есть и шаблон тут очень простенький он вам должен быть знаком наименование для печати по умолчанию будет устанавливаться такое же как и наименование причем мы вообще установить вот эту галочку можем программе запретить менять вручную вот это вот наименование на печати так значит ну нас интересует рабочее наименование открываем шаблон и перед вами типовая формочка редактирование формулы которая в 1С много где попадается устроена она достаточно просто здесь вы видите то с чем мы можем работать здесь вы видите то что мы с этим можем сделать а здесь у нас будет результат в результате в общем то используя вот эту вот формочку мы очень много интересных вещей можем сделать там связанных например со сложным ценообразованием задать какие-то условия ценообразования то есть много где это попадается в планирование но сейчас нам сложности особо не нужны и нам достаточно будет разделителя и плюсика значит посмотрим с чем мы можем работать какие у нас здесь есть варианты значит вот смотрите здесь у нас когда мы развернули номенклатуру здесь у нас есть реквизиты номенклатурной позиции в том числе те которые мы с вами сейчас создавали понятно что мы где-то их задублировали ну вот длина длина ширина но те которые создали мы они имеют уточнение длина вот это то что нам требуется значит у нас формироваться будет каким образом наименование мы сначала напишем ОСБ1 ОСБ2 ОСБ3 потом мы укажем толщину есть есть у нас такое вот укажем толщину потом мы укажем длину и ширину все соединяем плюсиками потом у нас идет цвет потом у нас идет обработка цвет и обработка вот 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 так вот значит это заставит программу автоматически вывести нам все эти реквизиты в наименовании в принципе мы вот сейчас можем сделать что мы можем проверить формулу ошибок не обнаружено то есть с точки зрения грамматической мы все создали правильно и давайте посмотрим что у нас получится сразу предупреждаю получится довольно такая бредоватая картинка но посмотреть все таки надо так значит единственное что редактирование мы запрещать пока не будем поехали идем на номенклатуру создаем ОСБ и начинаем заполнять 10 толщина так все длина 1 ширина 2 наоборот длиной обычно большее измерение называют длина 2 ширина 1 цвет черный обработка лакированная ну и давайте попробуем значит все реквизиты мы заполнили нажимаем заполнить рабочее наименование по шаблону ну видите что получилось как я предупреждал какая-то бредят значит некрасиво конечно мы можем использовать вот это вот исходные данные и дальше дредактировать но это неизящно поэтому давайте добиваться этого самого ящества не будем сохранять возвращаемся к виду шаблон наименование и начинаем менять с чего мы начинаем ну давайте у нас во-первых будет какой-то пробел значит я боюсь что вот значит поставили пробел потом у нас толщина добавляем пробел и вот здесь будет не просто пробел а мы напишем что толщина у нас столько-то миллиметров значит дальше у нас опять будет пробел тут лишнее почти я уберу пробели у нас будет стоять пробел я здесь уже сделал запятую сюда поставил поэтому этот наверное не нужен да дальше у нас будет длина длину и ширину мы разделим звездочку ну длина умножить на ширину давайте значит вот здесь у нас звездочка получится и после ширины поставим указание что это у нас будут метры метры значит потом у нас будет идти текст запятая потом у нас будет написано цвет тире оставляем место для того чтобы цвет был после цвета мы снова ставим пробел и тут у нас будет написано запятая обработка тире вот такая вот сложная уже формула получается ну усложнение тут элементарно я просто добавил нити текст чтобы мне его потом не набивать каждый раз в принципе изменение это минимальное проверим формулу формуле ошибок не обнаружены записать и закрыть и давайте номенклатуру попробуем создать посмотрим что у нас получится 10 2 1 цвет черная обработка лакированная так ну что давайте смотреть но вы видите что уже как-то покрасивше да немножечко бледненько но это потому что я запретил редактировать а вот но в принципе уже какое-то наименование проклевывается неплохое ну и вот здесь еще чего не хватает как мне вписать вот это самое начало ОСБ это можно сделать как я могу снять запрет на редактирование просто буду ОСБ добивать ручку но чтобы было совсем красиво я сделаю что я вот в ОСБ веду еще один дополнительный реквизит который обзову тип и вот в этот реквизит я буду как раз забивать ОСБ1 ОСБ2 ОСБ3 значит давайте создадим это тоже будет дополнительное значение тип и забью значение значит это будет ОСБ1 ОСБ2 ОСБ3 не буду больше хватит естественно изменяю шаблон в шаблоне у меня добавляется еще один реквизит реквизит тип тип ОСБ значит дальше у меня пробел запятую я просто добавлю чтобы она была и все ну вот так что-то а можно еще на стихоночку вернуть не понял подручь а можно строчечку вернуть вот это вот где вот эта формула в любом случае вы не забывайте что запись вам будет доступна Вот, потом можете заново посмотреть в том режиме, который вам удобен, можете повторить, вот, сделать это же самое сами. Так, давайте пойдем дальше. Значит, все, я думаю, вполне достаточно, можно уже нормально довести это дело до конца. Значит, создадим, так, давайте штука, заполняем реквизиты, 10 мм, длина 2, ширина 1, цвет черный, обработка лакированная, тип, вот тут, значит, давайте введем. Вот, значит, сделали, давайте посмотрим, что получится. Ну вот, пожалуйста, у нас сформировалась номенклатурная позиция с тем наименованием, который мы с вами задаем по реквизитам. Причем, значит, я хочу специально отметить, что вот этот вот подход, который я сейчас показал, является в какой-то степени страховкой от возникновения дублей в программе. Да, значит, ну, разного рода дурацкие ситуации, когда лишний дубль появляется просто из-за лишнего пробела, вот здесь такого точно не будет. Более того, значит, давайте это сохраню. И более того, я вам сейчас покажу эту настройку. У нас сейчас в программе включена настройка контроля уникальности номенклатуры характеристик по сочетанию значений реквизитов. То есть, с тех же комбинацией реквизитов мы с вами номенклатурную позицию не создадим. Программа это запретит. Так, ну что, давайте для интереса я создам еще пару позиций. Создам каким образом? Будет толщина 15. Остальное все то же самое. Значит, будет толщина 25. Ну, как вы видите, я просто меняю значение реквизита, пересчитываю и... Вот, значит, сделали. Давайте теперь мы с вами посмотрим, как это будет выглядеть в отчете. Для этого я закуплю сейчас этот товар. И попробуем поработать с отчетом ведомость по товарам на складах. Для закупки я использую схему один документ. То есть, я оформил документ, который называется как... Приобретение товаров и услуг. Вот кто еще не привык? У нас уже есть... Здесь стоит версия 11.4. И вот в версии 11.4 документ, который раньше назывался поступление товаров и услуг, теперь называется приобретение товаров и услуг. Значит, это изменение связано с тем, что в программе появился функционал... Давайте, 20 штук по какой-то цене. Появился функционал учета товаров в пути. И функционал учета неотфунктурованных поставок. Но как работает этот функционал, я вам расскажу через неделю. Вот. У меня будет на эту тему уже семинар. А пока... Давайте завершимся с поставкой. Так. Что? Что? Так, все сделали. Ну, ценовые моменты у нас не очень касаются. Склад, основной склад. Ну, давайте провести и закрыть. Оформление, приобретение товаров и услуг. Для оформления, приобретения товаров и услуг. Ну, этого будет вполне достаточно. Сейчас все проведется. Идем в раздел склад и доставка. Отчеты по складу. Так, ну, чуть-чуть у нас протормаливает. Так. Значит, ведомость по товарам на складах. Сформируем ведомость. И, как вы видите, у нас отобразился вот этот вот приход. Мы видим наименование. С этим как бы все нормально. Но давайте мы немножко ситуацию с вами усложним. И попытаемся в ведомости использовать вот эти вот реквизиты. Значит, как мы можем это сделать? Настройки. Здесь будет немножко сложно. Нам потребуется расширенный вариант настройки. И я сейчас попытаюсь добавить отбор. Сейчас я посмотрю, какие нам варианты дают. Значит, я добавлю отбор по номенклатуре. По толщине ОМБ. И я посмотрю, сколько у меня на складе товаров, для которых вот этот вот дополнительный реквизит, меньше 20 миллиметров. Попробуем. Попробуем. Как вы видите, программа совершенно спокойно использовала реквизит, который здесь, естественно, нам не виден. Но мы видим, что программа нам оставила только позиции, у которых есть этот реквизит. И у которых его значение менее 20. То есть 25 у нас у него будет. Вот этот вариант у нас дает нам возможность использовать вот такие вот аналитические подходы, делать такие отборы. Причем вот этот вот реквизит цвет, он же может быть сквозным. Мы с вами вот в рамках этого семинара не смотрим, как это делается, но я вам просто показываю. Мы можем сделать реквизит с общим списком назначений. И тогда мы могли бы сделать что? Мы могли бы сделать еще круче. Мы могли бы вот здесь ввести в структуру отчета дополнительный реквизит. В данном случае это будет цвет. Причем я его сделаю более высоким по иерархии. Давайте посмотрим, что получится у нас. Смотрите, у меня вот сейчас по структуре отчета, что вывелось? У меня вывелись товары чёрного цвета. И если бы у меня реквизит был бы общим, то просто бы все товары, у которых данный реквизит стоит, у меня бы сюда вывелись. То есть с помощью вот этих самых дополнительных реквизитов вы можете довольно существенно расширить свои аналитические возможности и упростить для себя формирование отчета. Ну и, наверное, последнее, о чём я хотел вам рассказать. Мы везде, вот в настройках, видели какой подход. Мы видели дополнительные реквизиты и сведения. В чём разница? Давайте я снова вернусь к виду номенклатуры. И мы увидим, что вот здесь у нас перечислены дополнительные реквизиты, а здесь дополнительные сведения. Вот я сейчас сделаю дополнительные сведения, ну, что это может быть? Ну, например, у меня определённые варианты ОСБ будут относиться к категории эконом, а какие-то к категории приедем. Ну, вот я сейчас это и делаю. У меня будет доп. сведения эконом. Так. Точнее, не так. Это будет значение. Как бы это обозвать? Дешёвый. Маркетинговая группа. Маркет-группа я это не назову. Маркет-группа. Значит, и значение у меня будет эконом. И премиум. Так. Значит, я уверен, что здесь мне это дадут. Значит, смотрите. В дополнительных реквизитах у нас ничего не появляется. Дополнительных сведений у меня нет. Здесь вот нигде они от меня добраются, а не вот где. Вот по этой кнопочке. И вот здесь я могу, вот в этих дополнительных сведениях, указать, что данный конкретный вариант относится к маркет-группе эконом. То есть, ну, в принципе, функционал по дополнительным реквизитам, дополнительным сведениям, он один и тот же, но немножко разный доступ. Кроме того, в базе данных они тоже чуть-чуть по-разному хранятся. Но это уже, скажем так, для вас не столь существенно. Ну, вот так выглядит этот механизм. Какие вопросы возникли? Слушайте ли вы Донара? Вы тоже их задавайте, пожалуйста. Я не настолько хорошо знаю эту конфигурацию, но насколько я понимаю, то вы сами. Это не универсальный подход. Там кто-то... Просто я в основном занимаюсь программами, которые, ну, правильный учет ориентирован. То есть, вот КА, ИРП, УНФ, то есть УТ. Я больше на это ориентирован. Так, а если будет использован учет по характеристикам, у вас есть возможность доп. реквизиты и для характеристик задать, и для номенклатуры. То есть, с характеристиками будет та же самая история. Вы можете для характеристик задать какой-то перечень дополнительных реквизитов и тоже их формировать автоматически. А тут никакой разницы нет. Механизм один и тот же. МТР – это материально-технические ресурсы, имеется в виду? Не понял. А, да. Нет, тут базового справочника нет. Вообще говоря, вот эти вот программы, которые используются в управленческом учете, они вообще вот из базовой классификации не дружат. То есть, они никаких различий не делают. Единственное, что здесь есть, сейчас я посмотрю, я даже не уверен, что это и здесь у них будет. В принципе, у нас вот есть группа настроек финансового учета. И через группу настроек финансового учета, не помню, как это в УТ, вот в ERP эта группа как раз используется для того, чтобы определить счета, по которым материально-технические ресурсы прописываются в бухгалтерском учете. В автоподборе номенклатуры в спецификациях вы имеете в виду в ERP? Ну, теоретически да, но боюсь вам наврать. Надо посмотреть. Теоретически должно это работать. Надо посмотреть. Через две недели у меня будет как раз на ERP семинар. Вот давайте к этому моменту я посмотрю. То есть, строительная организация с нуля все это должна создавать? Ну, в общем, получается, да. То есть, вы для каждого материальных, для любого материального ресурса должны задать способ отображения в бухгалтерском учете. Для строительной организации использовать управление торговлей – это не самое, на мой взгляд, разумное. Она вам даст только возможность продажи. Все. Больше ничего нет. А у вас там, ну, вот, по сути дела, какое-то производство, какие-то работы. Импорт – да без проблем. Групповое создание, ну, вот, путем импорта возможно, возможно, групповое изменение определенных реквизитов. Значит, по поводу импорта номенклатуры, значит, у нас в начальном заполнении существует возможность загрузки справочной информации с табличных документов, справочных программ. Ну, вот это, в принципе, есть. У вас? Никаких? Так, ну что, слушайте, Вебинар, у вас вопросы тоже, я смотрю, исчерпались. Хорошо, приходите еще, Николай, я посмотрю. Вот через две недели, ну, посмотрю-то я сегодня, потому что я сегодня как раз методичку по производству собирал подписать. Значит, курс 1С комплексный, 2.4, имеется в виду комплексная автоматизация? Ну, у нас нету такого курса, к сожалению, а вас в АКА интересуют какие моменты? Все, значит, вот смотрите. Все это на самом деле не ответ. Дело в том, что вот эти вот три программы, о которых мы уже упоминали, управление торговлей, комплексная автоматизация и 1СРП, они во многом похожи. И если вас интересуют моменты, связанные с базой, с базисным подходом к работе, да, это у нас, это вам надо идти на курс 1С управления торговлей. Вот все то, что с базовыми действиями, по созданию номенклатуры, оформлению закупки, продажи, это все в данном курсе. Если интересуют, еще раз повторяю, вот эти вот моменты, они одинаковы во всех этих трех конфигурациях, они ничем не отличаются. Если интересует логистика, то у нас есть курс 1С управления торговлей логистика. Соответственно, мы это обработаем на базисе управления торговлей в РПЕК ровно то же самое. Значит, у меня сейчас еще должен быть курс коммерции, он тоже будет универсальным. Курс розницы, категорийного менеджмента, он тоже будет универсальным для всех. Мы будем работать там на базисе УТ, но там данные совершенно одинаковые. Если вас интересует организация производства, в комплексной автоматизации производство отличается от РПЕ только одним моментом. У нас там в РПЕ есть возможность создания производственных расписаний, да, работы с заказами. В КАА все несколько проще, да. В КАА этого не будет. Соответственно, большая часть курса 1С и РПЕ управления производством и ремонтами для вас тоже будет актуальна. Если вас интересует управленческий учет и финансовая аналитика, это тоже курс и РПЕ. То есть там отличий никаких. НЕОКР – это курс управленческого учета. В РПЕ и ВКА там, в принципе, одно и то же. Приходите. Так, все, вопросы остались? Нет? Ну, хорошо. Всего доброго. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Значит, в этот курс включена работа с розницей, да. Значит, в этот курс включена работа с штрих-кодом. Поэтому он называется как так, 1С-розница категория менеджмента штрих-кодирования. Вот такой вот есть. Тоже на базе управления торговли. Если хотите, я сейчас попробую посмотреть. Он у нас должен стоять в расписании. Так, ну-ка, секундочку, дождите. Субтитры сделал DimaTorzok Вот программа. Вот программа. Ну, тут категория все-таки только одна из четырех. Что-то, кстати говоря, по категориям я показываю во управлении торговли логистика, потому что там есть механизм пересчета категорийного плана в план продаж. Ну, все. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok